С первого октября в Краснодарском крае введен комендантский час. Что это означает? Что несовершеннолетним после 22.00 нельзя появляться на улице. Ну, то есть появление грозит штрафом для родителей в первую очередь. Без родителей нельзя появляться на улице, да? Без родителей. После 10 часов. Потому что в 10 часов, как говорили в армии, наступает темное время суток. Да, вот так происходило. Тоже есть на улице светло. Но, тем не менее, наш экспонент Юлия Белевич встретилась со специалистами, знатоками в этом деле. И сейчас мы у нее узнаем, Юля, скажи, первый год такой или традиционная мера всегда так была? Мы просто об этом, может быть, не знали. Да, ребята, доброе утро. Нет, мера это, конечно же, не единовременно, она регулярная. Она у нас работает уже, получается, с 2008 года, вот по моей информации. Сейчас более подробно обсудим эту тему с начальником отдела по делам несовершеннолетних городок Красноярска. Корсак Ирина Викторовна. Ирина Викторовна, ну вот, ну, условно мы назвали комендантский час, конечно, официально называется по-другому. Что это за мера? Вот более подробно расскажите нам, пожалуйста. Значит, правильно это называется закон о защите прав ребенка. Он у нас принят в 2008 году на территории Красноярского края действует. Значит, этот закон направлен на то, чтобы защитить наших несовершеннолетних детей от преступлений и правонарушений, которые с ними может случиться в ночной период времени. То есть, в данном случае закон предусматривает ответственность родителей за пребывание несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночной период времени на улице без сопровождения родителей. А ночной период времени это вот со скольки до скольки, чтобы понятнее родителям было? Ночной период времени. В летний период времени, значит, с 1 мая по 1 октября несовершеннолетние могут пребывать на улице одни без сопровождения взрослых до 10 часов утра. В зимний период с 1 октября до 1 мая до 10 часов. А в летний период до 23 часов. Ирина Викторовна, ну а вот как следить-то за этим будет? Вообще возможно ли это следить? Прецеденты есть, что действительно там сотрудники полиции видят и принимают меры? На самом деле такие факты выявляются нами. Вот за этот год, за этот год выявлено около 500 таких фактов. И данные материалы, которые собираются в отношении таких родителей нерадивых, которые пускают своих детей на улицу одних в ночное время, отправляются на комиссии по делам несовершеннолетних, где их рассматривают, вызывают туда, приглашают. И, значит, это административное наказание в размере 500 рублей. То есть действительно были проценты, что родители наказывают. А вот это какая группа? То есть это благополучные семьи или, скорее, все-таки больше неблагополучные семьи? Вот какие подростки у нас по ночам-то гуляют? Вы знаете, это различные семьи. Бывают они благополучные, и во многих случаях бывают благополучные семьи. Можно так сказать, 50 на 50. Так, ну эта мера, получается, действует не только в городе, это по всему краю, а это вот, может быть, в курсе вы это только в нашем регионе или по всей стране вот введено такое комендантское час? Ну и в некоторых регионах тоже в России есть такие же. Не комендантский час, вы неправильно говорите. Закон о защите прав ребенка правильно называется. Ну вот это мы так условно называем, чтобы зрителям было больше понятно. Ну и вот как вы считаете, вообще такая мера эффективная? Ну, конечно, я считаю, что эффективная, потому что ребенок в ночное время на улице становится, хочешь не хочешь, жертвой преступных постигательств со стороны других взрослых лиц. И чтобы предотвратить данные преступления, правонарушения в отношении детей, мы работаем. И работают не только сотрудники полиции, любой гражданин нашего города может выявить такой факт и принять меры по предотвращению. То есть, если, например, я просто вот иду, вижу, что какие-то подростки, там полуденства вечера, мне куда звонить, что делать? Расскажите. Вы можете позвонить, да, в любой орган полиции, вы можете подойти к этому подростку, передать родителям, и данный факт также передать либо в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства, либо в ближайший отдел полиции. Ирина Викторовна, спасибо, что все объяснили, рассказали. Ну вот напомню, да, что комендантский час действует с первого... Не комендантский час, да, закон о защите прав ребенка. Защите прав ребенка, да, действует уже с 1 октября, получается, вот, с зимнего дня пребывание несовершеннолетних на улице в ночной период времени с 10 часов ограничено, да, не должно быть. Так что вот родители, ну, всего края, слушайте, запоминайте, ну и, естественно, принимайте меры. Студия. Спасибо большое, Юлия. Напомню, что наш корреспондент рассказал о введении комендантского часа с осени, он у нас вводится ежегодно, и о том, какие штрафы грозят родителям при появлении их несовершеннолетних детей в одиночестве на улице. Продолжение следует...